ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ Алло? Мам, это тебя! Только не разговаривай долго. Мне должен Петя позвонить. Твой друг Петя живёт на одной лестничной площадке с нами. Ты можешь спокойно к нему сходить. Но по телефону интересней. Как бы ты жил без телефона? Наверное, я бы молчал. Самое удивительное, что моему созданию очень помогли глухонемые люди. То есть те, которые говорить не могли, подтолкнули изобретателя Александра Белла к созданию самого разговорчивого аппарата на свете, то есть меня. Не могу молчать. Я должен вам всё немедленно поведать, передать, транслировать. В этом моя основная функция. А вы думали, разговоры с приятелями? Нет, совсем нет. Как же я работаю? Вы знаете, очень многие изобретения подсказала сама природа. Александр Белл изучал, как человек слышит. А оказывается, когда люди говорят, или когда раздаётся какой-то шум, все эти звуки вызывают вибрацию воздуха, и возникают воздушные волны. Как, например, волны на море. Только их не видно, а слышно. В ухе человека находится особый орган – барабанная перепонка. Воздушные волны заставляют её колебаться, то есть вибрировать. И таким образом человек слышит звуки. Белл поместил тонкую металлическую пластину – она выполняла роль барабанной перепонки – над магнитом, обмотанным электрическим проводом. Вибрации голоса вызывали колебания пластины и меняли проходящий по проводу электрический ток. К другому концу провода тоже был присоединён магнит и металлическая пластинка. И так можно было слышать, что говорят на другом конце провода. Много лет прошло с тех пор, и сейчас невозможно представить, что когда-то меня не было. А не так давно я стал мобильным, и теперь мне не нужны провода. Каждый человек может носить меня с собой и звонить когда угодно и кому угодно. Всё, я закончила разговор. Звони своему Пете. Да я уже к нему в гости сходил. И ты знаешь, это даже приятнее, чем по телефону.